Глава 21. Гекатомба. Неожиданность этой сцены, история корабля-патриота, начатая холодным тоном, а потом рассказываемая с таким волнением, которого не мог превозмочь этот своеобразный человек. Название «Мститель», имеющее значение, все это меня глубоко поразило. Я не сводил глаз с капитана. Немо, притянув руки, горящим взглядом смотрел на останки славного корабля. Неужели мне никогда не узнать, кто он, откуда, какие у него цели? А между тем я с каждым днем все яснее видел, как человек в нем выступает из-за ученого. Не просто мизантропия закрыла на Наутилусе капитана Немо и его спутников, а ненависть, которую не могло ослабить даже время. Но, может быть, эта ненависть еще искала возможность отомстить? Это должно было раскрыть будущее. Между тем Наутилус начал подниматься на поверхность, и мало-помалу останки «Мстителя» скрылись из вида. Вдруг раздался грохот. Я взглянул на капитана Немо, но он даже и бровью не повел. «Капитан?» — спросил я. Он не ответил. Я оставил его и вышел на палубу. Там уже были Нэтленд и Кансейль. «Что это за грохот?» — спросил я. «Выстрелили из пушки?» — ответил Лэнд. Я осмотрелся. «Ранее замеченное мной судно, очевидно, усилило пары и приближалось к Наутилусу. Нас разделяло всего шесть миль». «Что это за судно, Нэт?» — спросил я. «Судя по оснастке, это военное судно. Но если бы оно пустило ко дну этот окаянный Наутилус...» «Друг Нэт!» — возразил Кансейль. «Что это судно может сделать Наутилусу? Разве оно может за ним нырнуть под воду? Разве может с ним бороться на дне морском?» «Послушайте, Нэт!» — сказал я. «Вы не можете разглядеть, чье это судно. Какой национальности?» Канадец слегка прищурился и впился глазами в приближающийся корабль. «Нет, профессор, не могу!» — сказал он. «Флаг не поднят. А что судно военное, так это точно, потому как длинный вымпел развивается на главной мачте». «Мы уже четверть часа смотрели на корабль, который подходил к нам все ближе. Я, впрочем, не думал, что он заметил Наутилус на таком расстоянии, а еще менее догадается, что это подводный снаряд». «Это большой военный корабль», — сказал Нэтленд. «Бронированный, с тараном. Смотрите, Аранакс!» Густые клубы дыма валили стру. Свернутые паруса сливались с реями. На гафеле не было никакого флага. Расстояние еще не позволяло различить цвета вымпела, который вился, как тоненькая ленточка. Корабль быстро приближался к нам. Если бы капитан Немо подпустил его поближе, мы бы могли надеяться на благополучное бегство. «Знаете что, профессор, — сказал Нэтленд, — если этот корабль подойдет к нам на милю, я брошусь в море и вам советую». Я ничего не ответил на совет канадца и продолжал разглядывать корабль, который увеличивался прямо на глазах. «Будь он французский, английский, американский или русский, нас, конечно, подберут, если только мы доплывем до него». «Их честь известна уже, что мы плавать умеем», — сказал канцель. «Если их честь послушается совета Неда, то я поплыву рядом, и их честь смогут на меня положиться». Я хотел ответить, что вдруг на носу военного корабля поднялся белый дымок, и около Наутилуса в воду упало что-то тяжелое. Чуть позже раздался раскат пушечного выстрела. «Да они в нас стреляют!» — воскликнул я. «Молодцы!» — сказал Недланд. «Они, значит, не считают нас за потерпевших кораблекрушения?» — сказал я. «С позволение их чести, вот тебе на!» — вскрикнул канцель, встряхивая себя в воду, которая нас опять захлестнула. «Опять ядро!» — они, наверное, приняли нас за Нарвала, и Нарвала бомбардируют. «Да ведь они могут видеть, что мы люди, а не Нарвалы!» — вскрикнул я. «А может, поэтому они так и палят?» — сказал Недланд со значением. Меня осенила та же мысль. Без сомнения, теперь они, конечно, знали, с каким чудовищем имели дело. Без сомнения, когда канадец с Авраама Линкольным метнул в него гарпун, капитан Фарагут догадался, какой Нарвал обшит листовой сталью. Теперь, вероятно, везде искали страшный подводный снаряд. Ядра так и сыпались вокруг нас, но в Наутилус они не попадали. Военный корабль находился уже в трех милях от нас. Несмотря на пушечную пальбу, капитан Немони показывался на палубе. А между тем удар даже одного конического ядра мог погубить Наутилус. Недланд мне сказал, «Господин Наранакс, надо во что бы то ни стало подать им сигнал. Тысячи чертей, может, они поймут, что мы-то здесь ни при чем». Недланд достал свой носовой платок, но только хотел им замахнуть, как его схватила железная рука. Он хотел вырваться, но был сбит с ног и упал на палубу. «Негодяй!» — крикнул капитан Немо. «Ты хочешь, чтобы я убил тебя раньше, чем потоплю этот корабль?» Голос у него был страшный, но лицо еще страшнее. Он совершенно побелело и исказилось от ярости. Наклонившись над Лендом, он тряс его за плечи. Потом, бросив канадца, стал смотреть на приближающийся корабль. «А ты меня узнал!» — крикнул он. «Я тоже тебя узнал!» «Ты не показываешь своего флага. Я покажу тебе свой!» С этими словами капитан Немо развернул черный флаг, такой же он водрузил на Южном полюсе. В эту минуту одно ядро ударило по касательной в корпус наутилусы, не повредив его. Рикошетом пролетело мимо капитана и упало в океан. Капитан только пожал плечами и обратился ко мне. «Уйдите с палубы!» — сказал он резко. «Уходите и уведите ваших товарищей!» «Капитан!» — скрикнул я. «Вы хотите напасть на этот корабль?» «Я хочу его потопить!» «Вы этого не сделаете?» «Я это сделаю!» — холодно ответил капитан Немо. «Не судите меня!» «На меня нападают, я защищаюсь!» «Уйдите с палубы!» «Какой это корабль?» «Вы не знаете?» «Тем лучше!» «Уходите!» Мы должны были повиноваться. Пятнадцать матросов уже окружили капитана и с выражением непримиримой ненависти смотрели на приближающийся корабль. Я спускался по трапу в тот момент, когда еще одно ядро скользнуло по наутилусу, и я слышал, как капитан крикнул. «Бей!» — сумасшедший корабль! «Ты не уйдешь от наутилуса!» «Ты погибнешь не в этом месте!» Я ушел в свою каюту. Наутилус быстро ушел за пределы действия снарядов, но корабль продолжал его преследовать. Около четырех часов вечера я подошел к трапу. Крышка люка была открыта. Я решился выйти на палубу и увидел здесь капитана. Он быстрыми шагами ходил взад и вперед, поглядывая на корабль, который находился теперь в пяти или шести милях под ветром. Наутилус кружился вокруг корабля, как разъяренный зверь, увлекая его за собой к востоку. Но сам не нападал. Может быть, капитан колебался? Я хотел еще раз стать посредником, но только произнес первые слова, как капитан Немо резко меня перебил. «Я угнетенный, а он угнетатель», — сказал он. «Он отнял у меня все, что я любил и чтил. Родину, жену, детей, отца, мать, братьев, сестер. Замолчите». Я посмотрел на корабль, который все прибавлял ход, а затем спустился в салон и позвал Неда Лэнда и Канцеля. «Мы убежим», — сказал я им. «Хорошо», — ответил Нед. «А что это за корабль?» «Не знаю». «Да это все равно». Капитан Немо к вечеру обещает пустить его ко дну. «Что ж, лучше погибнуть, чем оставаться на Наутилусе и быть сообщниками возмездия, если не знаешь, справедливо оно или нет». «Это верно», — ответил Нед Лэнд. «Мы дождемся ночи». Наступила ночь. Глубокая тишина царила на Наутилусе. Я слышал только шум винта и плеск волн. Месяц ярко сиял, значит, нас могли увидеть с корабля на довольно большом расстоянии. Мы решили бежать, когда он подойдет поближе. Оказавшись на борту этого корабля, мы хотели предупредить грозящий ему удар. Часть ночи прошла без всяких приключений. Мы выжидали удобной минуты, из-за сильного волнения говорили «мало». Нед Лэнд не раз порывался броситься в море, но я его удерживал. «В три часа утра я вышел на палубу. Капитан был еще здесь. Он стоял около своего флага и не сводил глаз с корабля. Луна переходила меридиан, Юпитер показался на востоке. Небо и океан были спокойны и безмятежны. Ночное светило ярко отражалось в водной глади. Военный корабль находился от нас в двух милях. Он, очевидно, держал курс на свет наутилуса. Я видела его сигнальные огни, красный и зеленый, а также белый фонарь на бизань-мачте. Можно было разглядеть оснастку и определить, что огонь в топках разведен до предела. Из труп вылетали сноб и искр, рассыпаясь звездочками на темном фоне неба. Я оставался на палубе до шести часов утра. Капитан Немо, казалось, делал вид, что меня не замечает. Военный корабль шел в полутора милях от нас и на рассвете опять стал палить из пушек. «Пойду скажу Неду и Канцелью, чтобы были наготове», — подумал я. Но в эту самую минуту на палубе появился помощник капитана с матросами. Они тотчас же принялись за дело. Железную решетку, которая окружала палубу, опустили. Кабина прожектора и рубка рулевого тоже вошли в корпус наутилуса, и он принял вид длинной стальной сигары, готовой к маневру. Я пришел в салон, когда утренние лучи восходящего солнца сквозь верхние слои воды мягко проникали в иллюминаторы. В пять часов лак показал мне, что наутилус сбавил скорость. Я понял, что капитан Немо хотел подпустить врага поближе. Пушечная пальба не прекращалась. Ядра шипения ему свистом сыпались дождем в воду. «Друзья», — сказал я Неду и Канцелю, — «пора». Дэтленд имел очень решительный вид. Канцель был совершенно спокоен, а я нервничал и страшно волновался. Мы прошли в библиотеку. В ту минуту, когда я открывал дверь к центральному трапу, крышка люка шумом захлопнулась. Лэнд бросился к трапу, но я его удержал. Хорошо знакомое шипение свидетельствовало о том, что в резервуары закачивали воду. Действительно, через несколько минут Наутилус опустился всего на несколько метров ниже поверхности воды. Я догадался, что капитан Немо хочет ударить по кораблю ниже ватерлинии, где его обшивка уже не защищена броней. «Что ж, мы опять в западне!» — вскрикнул Нэтленд. Собравшись в моей каюте, мы смотрели друг на друга, как потерянные, не произнося ни слова. Я находился в таком тягостном состоянии, когда ждешь, что вот-вот произойдет что-то страшное. Наутилус пошел гораздо быстрее. Он весь содрогался, как будто делая разбег. Вдруг мы вскрикнули. Мы почувствовали толчок. Я услышал лязг, треск и скрежет железо. Наутилус нанес удар. Он пронзил корпус корабля так же легко, как иголка протыкает полотно. Я более не мог это выдерживать. Как безумный, вне себя, я вылетел из каюты и вбежал в салон. Мрачный капитан Немо был здесь и смотрел в иллюминатор правого борта. Огромная темная масса шла ко дну, и Наутилус погружался вровень к ней, как бы желая насладиться агонией врага. Я видел всего в десяти метрах пробитую корму, куда с шумом вливалась вода. По верхней палубе метались черные призраки. Несчастные карабкались на ванты, цеплялись за мачты, падали, барахтались в воде. Огромный корабль медленно погружался. Вдруг произошел взрыв. Палуба полетела вверх. Толчок воды был такой силы, что Наутилус покачнулся. Несчастный корабль очень быстро пошел ко дну. Промелькнули марсы, на которых повисли жертвы, реи, затем верхушки мачты. Темная масса исчезла вместе со всем экипажем. Когда все было кончено, капитан Немо вышел из салона. Я проводил его глазами. Он открыл дверь в свою каюту. Прямо против двери, под портретами великих героев, висел портрет молодой женщины с двумя детьми. Капитан Немо смотрел несколько минут на этот портрет, потом простер к нему руки, упал на колени и горько зарыдал.